Всем привет! Меня зовут Аня Покров, и сейчас я буду отвечать на те же вопросы, что я отвечала три года назад. Мне на самом деле само интересно, как сильно я поменялась. Сейчас проверим. Просто нарощенный, просто это нютик, что за нютик? Поесть. Мама богу! Она не меняется! Я никогда не могу отказаться от конфет, шоколада, мороженого. Я ненавижу это интервью, потому что я постоянно говорю, типа, типа, типа... Ну, у меня всю жизнь есть комплекс по поводу моей фигуры. Ну, конечно же! Эх, эти лакшери за 500 тысяч! Где же они? Аня, ты не знала, сколько стоит выпустить один трек! Dream Team, ой, первый раз, в общем, первый раз, когда... Сама думаешь, как сильно поменялось? Блин, ну, мне кажется, что не сильно. Ну, то есть, я явно как-то повзрослела и много чего изменилось за эти три года. Но мне кажется, что мои мысли, особенно, да, там, относительно творчества, они как бы остались примерно вот теми же, наверное. Первый вопрос. Так. У тебя есть комплексы? Как ты с ними борешься? Ой, интересный вопрос! Ну, самый мой главный комплекс всю жизнь – это моя фигура. Но! Но! Вот здесь я могу с уверенностью сказать. За эти три года, ладно, не так, за этот год я сильно похудела. Поэтому сейчас мне нравится, как я выгляжу, мне нравится моя фигура. Я убрала губы, я теперь полностью natural beauty, и я чувствую себя комфортно в таком состоянии. Иногда меня может задеть какой-то комментарий из разряда, что за жирная корова. То есть, меня все еще это задевает. Но я уже не плачу по ночам в подушку. Я просто, занимаясь спортом, хожу свои 10 тысяч шагов и стараюсь считать калории. Давай посмотрим, как ответила Анька из 2020-го. Давай. Ну, у меня всю жизнь есть комплекс по поводу моей фигуры. Ну, конечно же! И он не проходит. Просто бывает моментами, конечно. Я такая могу посмотреть в зеркало и сказать себе, боже, ну какая девочка? Ну, теперь я чаще смотрю в зеркало и говорю, боже, какая девочка. Она женщина, ты жирная, некрасивая, и все. Ну, я больше не говорю себе, что я жирная, некрасивая. Какие-то комплексы у меня, вот, главный загон из-за фигуры. Наверное, в детстве мне слишком много говорили, что я толстая. И это до сих пор не проходит. Мне жалко, вообще, эту девочку. И эту девочку тоже, потому что люди очень злые. Правда, в интернете люди очень злые. Но моя психика стала явно более устойчивая к таким комментариям и к таким замечаниям. Потому что, ну, я же вижу. У меня глаза есть, у вас глаза есть. Зеркало дома у меня тоже есть. Я все прекрасно вижу, ребят. Теперь это меня не так сильно трогает. Кайф. Я думаю, что Анька и оттуда была бы счастлива услышать такую Аньку. Я уверена, что еще через три года мы встретимся, и я скажу, боже, почему этого маленького ребенка никто не успокоил? Почему ей не дали контакт психолога и не сказали, что, во-первых, ее фигура – это ее дело, а во-вторых, что она чудесно выглядит в любом состоянии? Я, кстати, вот это то, что точно поменялось, я теперь смотрю фотографии свои, там, двухлетней давности, пятилетней давности, и думаю, боже, да я даже когда пухленькая, я выгляжу супер, когда я похудела, я выгляжу супер. То есть я себе нравлюсь в любом состоянии. Единственное, что меня может сбить с правильного пути – это люди и их комментарии. Какого черта? Типа, я думаю, что я научусь совсем не реагировать на это. У меня выработается стена. Топ-три вещи, которые тебя бесят? В себе или в жизни? Просто бесит. Хорошо. Меня бесят неадекватные водители такси. Что? Просто забавно. Меня бесят неадекватные водители такси. Меня бесят, когда люди меня игнорируют. И меня бесят, когда люди не сдают проекты в дедлайны. Понимаете? Когда все сыпется, сыпется в работе. Непунктуальность вот эта вот, особенно в работе. Так. Это очень забавно, потому что сейчас ты какая-то бизнесвумен, а тогда ты просто Анька, которая вот пришла, наверное, на первое свое интервью. Смотри, пожалуйста. Переехала в Москву, и я в шоке. Мы живем за городом, и я до центра добираюсь полтора-два часа. У меня вся жизнь проходит в пробках, честно. Я уже не знаю, чем там заниматься. Читать, смотреть фильмы, смотреть ИКТО. Так, то есть меня бесит ездить в пробки. Но в целом меня тоже это бесит. Происходит лицемерие в общении между людьми. Какие-то сплетни, грязь, обман. Третье, что меня бесит, это мои кудрявые волосы. Я такой человек, что если у меня на голове какой-то пипец, я не могу нормально существовать. Ну ты что, издеваешься? Ну то есть есть только вещей в жизни, которые могут бесить. Кудрявые волосы. Нет, ну я правда не люблю, когда у меня не уложено на голове. Не то, чтобы меня это прям бесит. Ну то есть если мы берем неадекватных водителей такси, то я думаю, они все-таки выигрывают теперь. У меня, наверное, появилось больше вопросов относительно работы. То есть это реально меня может вывести из себя. И не то, что я буду как-то яро-негативно реагировать. Я сама могу очень сильно расстроиться и злиться, но я не всегда могу сказать об этом пока что своим работникам и людям, которые меня окружают. То есть я все еще могу в себе это копить, но теперь я поняла, что меня это бесит. Топ-три вещи, которые ты любишь? Топ-три вещи, которые я люблю. Вкусно покушать. Так. В целом, ну все, что касается еды. Ну это же лучшее, что придумало человечество. Наполеон торт. Эх. Короче, вкусно покушать. Я люблю вечером остаться одна и посмотреть любимый сериальчик или почитать книжку, чтобы меня никто не трогал. И я люблю, когда меня хвалят. Я реально поняла, что это одна из главных весомых вещей, которая может реально мне поднять настроение. И я поняла, что все, что я делаю для людей, изначально почему я пришла в блогерство, это просто, чтобы меня хвалили и любили. Это моя такая сверхзадача. Понятно, что я там, я люблю выступать на сцене и так далее, но все-все-все, что я делаю, сводится лишь к конечной цели, чтобы меня похвалили. И я к этому честно вот так вот пришла. Поэтому я люблю, когда меня хвалят. Что ж, что ж. Ну, надеюсь, тут будет что-то про еду. Это не могло поменяться. Ну, конечно же, первое, это поесть. Мама могу! Она не меняется! Я никогда не могу отказаться от конфет, шоколада, мороженого. Для меня это просто стресс. А я о чем? Поэтому все диеты, где полностью нужно ограничиться от ладкового, для меня просто стресс. Вот я точно поняла, что мне такие диеты не подходят. Друзей и родителей. И третье, это мои подписчики, потому что сейчас я не представляю свою жизнь без них. В целом, глобально ничего не изменилось. Я как и любила своих подписчиков, так и люблю их. Я как любила вкусно покушать, так и люблю вкусно покушать. А второе, ну и родители, и друзей, это просто, знаете, сейчас для меня это более очевидно. Ну, то есть, ответить на вопрос, что я люблю, это и так стоит на поверхности. То есть, это сто процентов. И я бы пыталась, как бы, да, вспомнить, что еще вот мне, что мне приятно, что мне делать в жизни приятно, что я люблю. Вот здесь вот как будто бы той же осталось вот один в один практически. Ну, похоже, очень похоже. Первое попадание, да. Планируешь ли ты дальше заниматься музыкой? Да. Кстати, сейчас я могу более конкретно ответить на этот вопрос. Я мечтаю теперь о своем концерте, а еще о своем туре. Я надеюсь, что еще через три года, когда мы будем делать такое интервью. Мы будем на сцене московского зала какого-нибудь писать, да, перед твоим первым сольником. Да, все будет раньше, сто процентов. Просто сейчас я немножечко серьезнее к этому подхожу, потому что теперь я сама занимаюсь всеми аспектами своей жизни. Я решаю, какая будет следующая песня, что бы я хотела выпустить, как бы я хотела снять клип и так далее. Вот, поэтому сейчас я хочу побольше времени уделять этому. То есть снова начинаю заниматься вокалом, снова начинаю углубляться в процесс и почаще выпускать треки. Вот. Но я думаю, что я сказала, что я хочу заниматься музыкой. На сто процентов. Я не могла другого сказать. Ой, это мое первое интервью. Знаешь, мне очень нравится выступать на сцене, во-первых, с детства. Это да. Когда мы выступали в парке Горького, типа я прям кайфовала. Но я... Я ненавижу это интервью, потому что я постоянно говорю, типа, 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 ну, типа, парке Горького, ну, типа, выступать я люблю, типа, я пришла к Ване, типа, три года спустя вопросы, и типа, ну, типа, я, понимаете, вот просто вот такая, типа, я просто... Я не умею петь, типа, я не умею петь, у меня есть слух, типа, и так далее, и я не собираюсь лезть в музыканты. По фану для своих подписчиков, для тех, кому это, типа, нравится, да, круто. Ну, какой нютик, ну ты что, золотой граммофон кто будет получать через пять лет? Тогда ты себе как бы не разрешала, как будто. Я не разрешала себе, потому что боялась очень сильно этой реакции, осуждения, потому что, когда я выпустила этот первый трек, меня там поливали такой грязью. Я думаю, ну, ни в коем случае не буду говорить, что я артист, потому что артист подразумевает за собой ответственность. Ты должен уметь работать с аудиторией, у тебя должен быть поставленный голос. Но, но сейчас я пришла к тому, что ты можешь быть артистом и восполнять внимание людей не только за счет нереального тембра и умения вокально подавать себя. Ты можешь делать шоу, танцевать, ты можешь готовиться, опять-таки, да, заниматься вокалом, чтобы тебе было комфортнее. Но теперь это не переговор в моей голове, теперь это только одно из, да, и куча-куча-куча работы над собой. Ты готова к ответственности, получается? Ну, получается, сейчас у меня больше ресурсов врать на себя ответственность. Куда уходит твой заработок? Мой заработок уходит на создание контента. Я поняла, что теперь в основном весь мой доход уходит на YouTube, съемки, клипы, музыку. На создание контента это А, на еду и такси это Б, потому что это правда очень много денег. И на путешествия. Наверное, это три таких самые масштабные траты, скорее. Вот. Наверное, да. Посмотрим на Аню дома. Дом от штабов посмотрим на нее. О, господи, что у нее на голове? Что с прической нюдик? Коплю на машину, плюс там маме и папе помогаю. Это ладно, все фигня. Вот. Ну, там чуть-чуть, вот сейчас стала вот эти, кроссовки купила. Там, ну, типа, чтобы хоть начать тратить деньги, типа, чтобы понять, что это такое. Потому что, как мне стали все говорить, вот, деньги любишь, чтобы их тратили. Понятное дело, что нужно копить, но нужно еще и на себя. Вот. Поэтому я там теперь и салон красоты, типа, нормальный могу позволить себе пойти. Типа, типа, типа. Типа, 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 очень жестко насчет этой темы. Только по бартеру там. А я, типа, могу там в чендеме бешки реально на цены не смотреть. Хотя раньше у меня прям был такой загон. Я до сих пор этому радуюсь. Правда, этих магазинов больше нет в России. Но, видишь, здесь все мысли об одежде. У меня прям был, я помню этот момент, переломный, когда я купила первый раз кроссовки за 15 тысяч. Или я зашла в эти магазины и не смотрела на ценники и вот так вот брала вещи. Это было очень круто. И я до сих пор так делаю. И я до сих пор не покупаю себе какие-то ультрадорогие вещи. Ну, за исключением каких-то, да, сумок, кроссовок. И то редко по праздникам. Вот. То есть в этом плане ничего не изменилось. Я все так же коплю деньги и не особо трачу их на шмотки. Вот. Но теперь появились, вот я говорю, да, видишь, другие траты. Не только машину папе купить. Я уже купила машину. Вот. А из глобальных вещей это как раз скидать съемки, контент. Это самое дорогое. Я просто посчитала недавно траты и я поняла, что вот куда деньги деваются. То есть ты раскидал там стилист, визажист, дорога всем, студия, свет. И ты такой, только что нормально общались. Когда закончится Dream Team? Ооо, Вань. Да, это, наверное, будет самый жесткий ответ. Dream Team зак... Ооо, есть. Первый раз. Вообще первый раз, когда... Я не хотел. Я вот такой реакцией точно, типа... Sorry. Я первый раз просто... Я нормально отвечаю на этот вопрос. Просто почему-то... Я подумала, что я сейчас отвечу. И мне уже стало грустно заранее. Sorry. Ну, я сейчас скажу, что он уже... Sorry. Он уже закончился. Как будто можно не продолжать, Аня. Типа, в целом. Знаешь, на этот вопрос точно. Да. Эта реакция говорит даже больше. Будем смотреть? Будем смотреть? Ну, давай. Я не хочу загадывать. Ну, мне кажется, в любом случится, закончится. Ну, мы не знаем, когда. И хотелось бы, конечно, чтобы это... Навсегда вот это Dream Team летим. Ну, конечно, мне кажется, мы как минимум все вырастим. Даже если там 5 лет, да, пройдет. Ну, когда-то же настанет этот переломный момент. Возможно, там, типа, мы не прекратим общение. Но само вот это объединение Dream Team, тиктокеры... Мне кажется, мы немножко из этого вырастим просто. Я уверена, что мы все равно, мне кажется, будем поддерживать связь, общаться. Потому что это такое какое-то было от начала начала. Ну, я все правильно говорю уже тогда, на самом деле. Причем из интервью в интервью. У тебя везде вот эта вот мысль, что это закончится. Я понимала 100%, что это закончится. Просто я не знала, когда. Видишь, я ставила там 5 лет. Чуть-чуть меньше мы просуществовали. Я часто еще говорила, что я хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше. Но когда-то это закончится. На этот счет у меня не было каких-то прям розовых очков. Я понимала, что это не может продолжаться 20 лет, как Дом-2. И когда-нибудь мы захотим детей в любом... Ну, то есть это точно было в моей голове. Я просто не знала, как и когда это произойдет. И знаешь, почему я начала плакать? Это просто видно, что мы все просрали вот так. Ну, то есть у Dream Team еще была какая-то жизнь и была история. И мы пытались ее сохранить всячески. И почему-то поехали друг за другом вообще куда угодно, хоть на другой конец земли. Потому что мы хотели это сохранить. Не получилось. Просто вот все по одному месту пошло. Ну, кто-то просто перестал верить, кто-то пустил руки. И в моменте я тоже уже прям все. Хотя я долго держалась и хотела, чтобы это просто существовало как можно дольше. Я думала, что можно все исправить. Но потом ребята со мной не согласятся. Некоторые не скажут, что Dream Team еще есть. Ну, мне кажется, что все. Просто не было официального закрытия. Все, теперь я буду некосивой. Вань, я первый раз расплакалась, когда меня спросили про Dream Team. Я сколько уже отвечала на интервью, на радио и так далее. Мне просто стало именно почему-то так грустно. Потому что я понимала, что там я отвечаю на этот вопрос, когда у нас все хорошо. Когда я могла гипотетически это представить, потому что тебя спрашивают, представь гипотетически, что это так. Но это было, знаешь, так, где-то далеко. Типа, ну, это когда-нибудь случится, но точно не сейчас. У нас еще куча времени. Вот. А это уже случилось. Поэтому я стала грустно. Так, это было тяжело. Да, теперь я не такая красивая в камле. Но как и в жизни надо двигаться дальше. У нас нет пейзажиста. Даже спустя три года. Альчка, сколько денег нужно, чтобы жить так, как ты сейчас живешь? Ой. Ну ладно, честно, сейчас в месяц, чтобы жить, делать контент и развиваться, ну, наверное, около двух миллионов нужно. В месяц. Полсонарочный просто. Это нютик. Что за нютик? Сейчас нормально денег уже надо. Но я могу жить и на меньший бюджет, короче. Но если жить прям лакшери, и чтобы все было круто, ну, тысяч, наверное, 500 надо точно. Вот. Эх, эти лакшери за 500 тысяч. Где же они? Где же они? Эти лакшери. Аня, ты не знала, сколько стоит выпустить один трек? Аня еще не знала, как это дорого. Эх. Ну, наверное, если мы не берем в расчет контент, и просто для существования 500 тысяч, это вообще прям за глаз. Это на доставке каждый день питаться и на комфорт плюс бизнесом кататься. Ну, это супер, это огромные деньги. Вот. Просто, ну, уже не лакшери. Потому что другие расходы. И опять-таки, та, семье теперь другие расходы. И на себя, я не знаю, правда, я особо на себя, мне кажется, не трачу до сих пор. То есть только еда, развитие. Ну, ладно, салон красоты, волосы 30 тысяч рублей покрасить стоит, ребят. Ну, 30 тысяч рублей, вы понимаете? Это моя зарплата. Да, у меня даже такой зарплаты не было, когда официанткой работала. Я даже не знала тогда, что это может быть так дорого. Когда ужас. Это все Москва меняет людей. Ну, волосы красивые. Ну, спасибо. Стало стоило. Они больше не нарощенные, вот это вот, где торчит, там волос, там волос, там волос. Это хотя бы у нас изменилось. Твоя самая главная мечта? Глобально? Ну, конечно, ожидаю, чтобы мои близкие были здоровы, счастливы. Но если мы говорим просто про какую-то мечту... Ну, вот сейчас я поставила перед собой цель такую-мечту. Мне просто интересно будет посмотреть этот выпуск через год. Это сделать тур по городам России, сделать большой концерт. У меня идея фикс, поэтому сейчас это моя цель-мечта. Я просто вижу это в своей голове, я повесила на карту желаний. И вот в данный момент она такова. Пожалуйста. Так. Флэшбэк в прошлое. Мечта. У меня много их, на самом деле. И все еще много. Поэтому я хочу объездить весь мир. У меня сзади татуировка, типа все путешествия сбудутся. Я верю, что когда-нибудь произойдет, карантин отменят. А-а-а, карантин! Аня, я путешествую много, исполняю твои мечты. Как артист. А так их очень много. Давай вот остановимся на объездить весь мир. Мне кажется, это хорошая мечта-цель. Да. Прикольно, что ты там сказала развиваться как артист. Да. И сейчас, три года спустя, ты только про это и сказала. Я все еще хочу развиваться как артист и путешествовать. Это все еще мои самые сокровенные желания. И я путешествую. Аня, я хочу сказать тебе, что я исполняю твои мечты. У меня за эти три года, если тогда на этом интервью я была только в двух... Или даже... Или только я была в Турции, по-моему. Одна страна у меня была в копилочке. То сейчас я могу с уверенностью сказать, что их штук 15. Ну, то есть я потихонечку иду. Иду туда, чтобы объездить весь мир. Когда-нибудь будет кругосветка с Аней Покров. Считаю, что это идея для нового шоу. Ну, будет банально. Но это правда самое главное. Самое главное это, чтобы твои близкие и ты были здоровы, счастливы. И чтобы был мир во всем мире. Самое главное в жизни это, чтобы в холодильнике всегда было что-то есть. Ну, Аня. Тебя окружали близкие люди. Честно, вот не хочется говорить какими-то заезженными фразами. Тебе что, не кормили там в Dream Team? В жизни так не друзья твои, близкие и еда. Скажите мне, пожалуйста. Ну, нет, без еды можно прожить. Поверь, Ань, я тебе скажу, можно прожить. Я сейчас бывает такое, что весь день гоняю на съемки и не ем. Еда не самое главное все-таки в жизни. А здоровье, счастье, вот это вот ни за какие деньги, ни за какие коврижки не купишь. Поэтому все-таки холодильник, давай это оставим на второстепенное что-то. Ну да, это очень мило, потому что тогда, наверное, я очень боялась даже, знаешь, глобально так мыслить, глобально отвечать, найти вопросы. Я не понимала, как сложится жизнь, я даже не понимала, буду ли я через три года существовать как артист в этом медиаполе, как Аня Покров, потому что все вокруг говорили, что вы быстро сдуйтесь, и вообще вы как быстро загорелись, так быстро и погаснете. Опять-таки три года, это слишком маленький промежуток, чтобы судить, но теперь я точно знаю, что я в ваших интернетах вот этих вот, в ваших экранах надолго. Вы меня не скинете, понимаете, с этого стула. Ну то есть теперь я знаю, что это мое место, и я буду идти и доказывать это долго и упорно. Ну вообще по ощущениям, как тебе кажется, насколько другая Анька? Слушай, по ощущениям, я думаю, что я просто позрослела, да. Что-то глобально в моей голове, ну вот как я и сказала, наверное, я себя считаю все той же Аней, что и в 14, что и в 16, что и в 19 лет. Нет, просто у меня появляются другие планы, другие цели, и расширяется кругозор, вот. И просто все дети когда-то вырастают, и мы потихонечку тоже, вот. Но ты как считаешь, я сильно изменилась? Да, для меня та Анька это вообще ребенок, у которой нет забот, нет проблем, у которой все только появляются возможности, и она не понимает, что для того, чтобы эти возможности продолжались, нужно там много работать. Ну если как бы у нее есть желание, но она не понимает всего уровня ответственности. А сейчас сидит Анька, которая понимает, что сколько стоит, которая знает все эти законы, и которая такая, йоу, чтобы это типа было дальше, нужно вот так. Это Анька гораздо смелее сейчас, которая, это Анька не стесняется говорить вслух, чего она хочет, но что самое прикольное, что вот в каких-то базовых штуках... Базовые настройки сохранились. Она осталась той же самой, да, что типа я хочу стать типа там артистом, я хочу там быть популярной, я хочу путешествовать. Все это на месте, все это здесь. И для меня вот это самое крутое в этой рубрике, что типа... Блин, это очень круто. Вообще очень... Ребята, не бойтесь переходить к Ване на эти вопросы. Ну классный формат, правда очень интересно. Я не люблю пересматривать свои старые интервью, а тут отрывочками, да, сравните реально, что поменялось в твоей голове. И на самом деле очень полезный опыт, потому что ты же можешь, да, анализировать, ты же можешь дальше что-то с этим делать. Так что практически на сеанс сходили к психологу. Мне понравилось, надеюсь, что вам тоже. И давай, короче, я смотрю, что это такое авокадо, который может стать воздушным шариком. Мы сейчас твой автограф здесь оставим и среди подписчиков канала разыграем. Кто-то будет гонять по району с вот таким вот числом авокадо, лично Анька и подровольствием. Все, а мне... Обнимаю тебя, я хочу написать. Тебе, ну и красава. Условия появились здесь на экране. Анька Покров, канал Несу Свет, Манькерник. Увидимся с тобой. Ну, не хочется опять через три года. Ну, прикольно, прикольно. Ну, прикольно, прикольно. Такой чекап, да? Да, будет интересно. Спасибо, что пришла. Ну, Ваня, думаю, мы увидимся по встречам через три года почему-то. Дай бог, как минимум, на твоем дне рождения и точно пересечемся. Я не знаю, как правильно знаю, что эти ценности ложные. Что это нормально, когда на пути тебе страшно и сложно. Может быть, я не прав, и этот подход не откроет мне двери. Но, по крайней мере, я делаю то, на что искренне верю. Продолжение следует...